Завода имени Лихачёва уже нет, а он до сих пор на слуху. Это предприятие в Советском Союзе было одним из самых главных в автомобильной промышленности. Здесь собирали такие легендарные грузовики, как ЗИЛ-150, 130, 131. По-настоящему массовые модели участвовали буквально во всех делах государства, как гражданских, так и военных. Но специалисты предприятия не спешили почивать на лаврах. В недрах завода постоянно кипела работа по созданию всё более новых и совершенных грузовиков, которые должны были стать новой гордостью государства и приблизить обещанное светлое будущее. Очень уж хотелось повторить успех легендарных моделей и создать что-то новое, не менее достойное. Чего только не предлагали вездеходы, снабжали самыми разными движителями, среди которых такая экзотика, как машина, работающая с использованием пневматических баллонов и вездеход-шникоход. Среди них затерялся и наш сегодняшний герой ЗИЛ-390-610, или по-другому русский унимок. Внешне технически он очень напоминает германского коллегу, а по факту это соединение амфибии ЗИЛ-4906 и всем известного бычка. Машина имела феноменальную манёвренность за счёт очень короткой базы, меньше трёх метров и управляемого заднего моста. Грузовик мог похвастаться радиусом разворота немногим более пяти метров. Все колёса при необходимости поворачивались, что делало грузовик сродни трактору. В народе его быстро обозвали табуреткой. Попади модель в серию и применение ей нашлось бы везде, начиная от военных нужд и заканчивая работами на коммунальных предприятиях. Что касается технических характеристик, на Унимук поставили дизельный двигатель объёмом 4,7 литра, мощностью в 105 лошадей. Коробка передач пятиступенчатая, досталась от бычка. Независимая подвеска, очень короткие свесы, блокировка дифференциалов и полный привод делали автомобиль практически вездеходом. Кабину с нуля разрабатывать не стали и взяли от ZIL 5301. Однако по каким-то причинам проект не получил развития, и автомобиль так и остался в виде прототипа. Как считаете, может зря не выпустили? Пригодился бы такой короткий ZIL в хозяйстве? Продолжение следует...